Сколько стоят парикмахерские ножницы? Коллеги, друзья, всем привет! С вами Дмитрий Каждан. И в этом видео я хочу с вами поговорить на эту тему. С одной стороны, эта тема очень забавная, с другой стороны, эта тема очень актуальна. И я думаю, что многие будут из начинающих мастеров и опытных мастеров будут всегда задавать этот один огромный, глобальнейший, на мой взгляд, вопрос, который волнует, наверное, всех мастеров, сколько же могут стоить парикмахерские ножницы. На самом деле, парикмахерские ножницы могут стоить от 3000 рублей до 100 тысяч рублей. А бывает, что самые дорогие ножницы, которые я лично сам продал на выставке в Санкт-Петербурге, стоили порядка 200 тысяч рублей, а есть еще и 260 и 300 тысяч рублей. Но это ножницы совсем-совсем из какой-то космической вселенной, которые просто зашкаливают за грань разумного. Ну, а почему именно они так дорого стоят? Да, все потому, что они делаются вручную, их затачивают чуть ли не на коленки вручную, выделывают идеально, создают форму также идеально. То есть, это ручной труд. И отсюда, собственно, такая сумасшедшая цена. А вообще, цена филировочных ножниц, прямых ножниц, формируется по большей части из-за, естественно, бренда, который у всех на слуху, который, например, все знают, и, естественно, от его истории. Например, вот как один из вариантов ножницы DS Professional, они, никто не скрывает, это тайваньская сталь здесь, это тайваньский бренд, он уже хороший бренд, который из-за 440-ой стали делается, и уже, на мой взгляд, заслужил свою отдельную нишу в парикмахерских ножницах. Поэтому его цена на текущий момент составляет от, ну, к примеру, я вам говорю, от 4 тысяч рублей до 6 тысяч рублей, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. Потому что, вы знаете, у нас в России очень часто курсовые колебания, курс вверх-вниз, вверх-вниз, и, соответственно, от этого цена тоже зависит. Также, из-за чего, собственно, цена такая недорогая, потому что это китайская или тайваньская, называйте, как вам удобно, 440-ая сталь с индексом C. Да, это тоже хорошая сталь, ее тоже можно использовать, я и рекомендую я эти ножницы, мне не стыдно рекомендовать эти ножницы. Почему? Потому что, все-таки, это ценовая, ну, это тот ценовой интервал для тех мастеров, кто не может себе позволить более дорогую сталь в ножницах. Поэтому, в принципе, эта торговая марка, я считаю, что ее нельзя хаять, это отдельный класс, в который тоже покупают коллеги. И я вам ее тоже рекомендую. А если я рекомендую, значит, я за это ручаюсь. Значит, следующая марка, это, которая заслужила отдельное внимание, вы ее все любите, все вы знаете, это ножницы от торговой марки Кидаки. Ценовой сегмент у этой марки на 2021 год уже составляет порядка 7000 рублей. То есть, старт от 7000 рублей до порядка 20000 рублей. Опять же, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео, цена, естественно же, варьируется. Я, когда начинал свой творческий путь в профессию парикмахеров, я начинал с классической формы ножницы этой торговой марки Кидаки. И эти ножницы стоили порядка 3500 рублей. Как я сейчас помню, по старому курсу, что-то в районе 30 рублей стоило 1 доллар, или даже 27 рублей стоил доллар. И вот тогда эти ножницы стоили порядка 3500 рублей. А сейчас они уже стоят, представляете, спустя 15 лет ножницы стали стоить уже 7000 рублей. Поэтому Кидаки – это хороший тоже бренд, устаканившийся бренд, который мы все любим. Я, как всегда, говорю, Кидаки – это как хороший корейец в автопроме, который, знаете, просто прет, его все любят, обожают. Те, кто любит автомобили, я думаю, меня поймут, что Кидаки – это уже вот прям даже, знаете, даже, как, знаете, из брендов я бы назвал бы, если из японских брендов, это, наверное, хорошее Сузуки, знаете, такая хорошая автомобиль, классный. Вот Кидаки – это вот что-то из этого. Ну и, соответственно, вот ножницы торговой марки Джоэл – это прям Тойота, это прям надежный такой японский бренд с вековой историей, потому что свое основание, и именно сами мастера из Японии начали эти ножницы делать ровно там уже век назад. В 2017 году компания Джоэл Токоша отметила свой вековой, собственно, старт, и на протяжении века они делают эти ножницы и до сих пор радуют всех нас с вами, и мы все любим эту торговую марку. Причем, что самое интересное, что они начинали свой творческий путь из далекого прошлого, даже ниже, начинали с 1900, по-моему, если не ошибает, ну, не ошибает моя память, память меня не подводит, по-моему, в 1906 году или в 1907 году они делали хирургические ножницы, поэтому вот эти ножницы, на мой взгляд, самые лучшие топовые ножницы, которые, собственно, есть, и цена у них варьируется сейчас, на момент выхода этого видео, в 2021 год, от 20 тысяч рублей, то есть классические ножницы стоят именно так, чтобы вы примерно понимали и ориентировались. Ну, и завершая это видео, скажу пару слов про ножницы от торговой марки I love my hair. Это японская марка из кованой стали, 440-я кованая сталь. Стартуют они от 11800, это старт, и предел мечтаний, насколько я помню, где-то в районе 13 тысяч рублей, опять же, на момент выхода этого видео. Марка достаточно молодая, она привозится к нам в Россию, делается она также в Японии, есть большое количество размеров, вру, от 5 до 7,5 дюймов, поэтому марка тоже классная, я ее тоже рекомендую, поэтому, как я всегда говорю, то, что я рекомендую, я этим сам работал, я знаю все подводные камни, знаю, на что лучше обращать внимание, на что лучше сконцентрировать ваше особое внимание, как нужно правильно подобрать ножницы, поэтому здесь я за эту марку учаюсь, она мне нравится, и если вам нужно будет подобрать одну из этих марок, в зависимости от вашего бюджета, вы всегда можете написать мне в личку, в контакт, в инстаграм, все ссылки будут внизу, в описании к этому ролику, поэтому не забывайте писать, и я с удовольствием вам подберу любые ножницы, поэтому, друзья, спасибо большое, что вы досмотрели это видео до конца, мне очень приятно, и не забываем подписываться на мой канал, смотреть рекомендованные видео, и самое главное, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео, с вами был Дмитрий Каждан, я желаю вам отличного парикмахерского дня, пока!